Итак, одна из самых основных проблем, которые есть в социуме, в котором мы проживаем, это скорее всего проблема зависимости. При этом это не просто проблема зависимости, когда у человека плохие привычки, это могут быть зависимости от отношения другого человека, это могут быть какие-то недостатки, от которых мы зависим, это могут быть и плохие привычки. И мне бы как эзотерику хотелось бы дать рекомендации, а также советы, которые помогли бы вам самостоятельно, простым методом, используя данный метод, который я дам, могли бы убрать у себя вот такие зависимости. Давайте я вам сейчас это все зачитаю. Зависимость это конкретное зло, это зло материальное, просто человек этого не знает. Для того, чтобы убрать из себя это зло, необходимо в самом начале найти себя. Дело в том, что очень часто люди думают, что алкоголизм и желание пить, или применение наркотиков и желание их употреблять, является их собственно компонентом жизни, к которому они привыкли и с которым они живут. Я же как эзотерик считаю, что компоненты алкоголизма, желаний являются фактически мороком, который не является частью человека. Данный морок, он проявляет себя в человеке, живет в человеке. И для того, чтобы человеку начать все-таки каким-то образом работать с этим мороком, необходимо знать несколько моментов. Это очень эффективно. Я очень рекомендую использовать эти рекомендации, вы увидите, как все это очень эффективно работает. Итак, для самого начала необходимо найти себя. Первое, вспомнить себя, когда не было такой зависимости. Что вы ощущали в себе, какие были у вас чувства, где вы настоящий. Вспомните, как вы ходили в школу, чем вы жили, нравилось ли вам это состояние. В этом случае слово «нравилась ли вам жизнь, прошлое» очень важна. Так как в тот момент, когда человек говорит «мне нравится то, как сейчас я живу», будучи наркоманом или алкоголиком, фактически говорит о том, что морок полностью захватывает этого человека, как психически больного человека, болезнь или как онкологическая болезнь человека, и не дает этому человеку понимания того, кто же он на самом деле. Итак, в случае, если у вас появилось уже сейчас желание избавиться от алкогольной и наркотической зависимости, от морока, который вас беспокоит, необходимо вспомнить и ощутить тот момент, когда вы были совершенно свободным от этого человеком, и сказать себе, нравилось ли вам это состояние или нравилось ли вам это положение. Второе. Отделить эту зависимость, выделяя ее мысленно из себя и своего тела. Делать это необходимо каждый раз, когда появляется желание. Каким образом это необходимо выделять? Выделение этого своего рода существо, которое может вами восприниматься, как воспоминания каких-либо негативных поступков, которые вы недавно или давно совершили, будучи в этом состоянии. Условно можно сказать так. Вы должны вспомнить какие-нибудь поступки или то, что вам не нравилось, когда вы принимаете наркотики или принимаете алкоголь, и сделать из этого воспоминания некое существо, которое вы должны видеть в своем воспоминании с открытыми глазами. Каждый раз, когда вы будете глядеть или смотреть мысленно на это существо, которое выделилось, старайтесь максимально его от себя отталкивать, посылать и ругать такое существо. Как только вы будете это вспоминать, так сразу у вас тут же будет происходить отпускание и нежелание употреблять алкоголь и наркотики. Без такого отделения от себя этого существа ничего происходить не будет. Конечно, существует ряд эзотерических практик, но данный метод один из самых лучших. Допустим, не можете забыть мужчину. Вспомните, как вы жили без него и насколько вы были счастливы. Вспомните, какое горе он принес в тот момент, когда сказал, что больше с вами не будет общаться, жить и так далее. И после этого выделите из вот этого страдания, его воспоминания, этого человека, которого необходимо из этих воспоминаний сделать в виде существа. Каждый раз, когда вы будете вспоминать этого человека, вспоминайте его через вот такой шаблон, который вы выстроите в своем сознании. Максимально ругайте это существо и максимально от себя отталкивайте. Это очень эффективно. Также можно справляться практически с любой привычкой. Можно ли это делать для близких людей? К сожалению, сейчас речь идет о нас, об эзотериках. Почему я это говорю? Дело в том, что когда мне люди пишут, Андрей Андреевич, только на вас надежда, помогите спасти сына, он очень пьющий, у нас нет денег и так далее. Мне всегда хочется задать вопрос, почему я должен это делать? Когда вы проходили бесплатно или платно ступени, разве я обещал, что я должен работать с каждым из ваших детей индивидуально? Я же этого не говорил. Ну, наверное, я не являюсь спасителем, наверное, я не беру на себя ответственность спасать весь мир. В случае, если я это буду делать, то, скорее всего, наверное, моя карьера очень быстро закончится, и, наверное, на этом придет конец нашей школе. Но вот помочь советам тем людям, которые, пройдя школу, имеют вот такие проблемы, все же возможно. И от меня вот такой вот бесплатный совет. Второе. В четверг я обычно уже рассказывал об обряде, это народный известный всем обряд. В четверг четвертого можно дать вечером, перед самым засыпанием, клятву, в которой можно сказать, все, с сегодняшнего дня я больше не употребляю алкоголь, или с сегодняшнего вечера я бросаю принимать сигареты, или я бросаю принимать наркотики и так далее. Это очень помогает, так как четверг является...